Сразу в нескольких чебоксарских школах прервали уроки и спешно вывели детей из зданий. Что послужило причиной срочной эвакуации, узнали наши корреспонденты. В нашу редакцию поступил звонок от обеспокоенных родителей учеников лицея номер 44. Всех школьников вывели без вещей, верхней одежды и срочно перевели в соседнюю школу. Как удалось выяснить, в 13.20 поступило сообщение о том, что в здании заложена бомба. У нас был урок информатики. Сначала мы подумали, что это учебное. Но потом, когда уже довольно-таки продолжительное время мы стояли на стадионе, мы уже начали задуматься, что что-то серьезное. В дальнейшем к нам подошла наша классная руководительница и сказала, что приводится эвакуация в 46-ю школу. Команда срочной эвакуации поступила сегодня и в 4-ю чебоксарскую гимназию. Когда наша съемочная группа подъехала к учебному заведению, дети были уже эвакуированы и находились за территорией учебного заведения. К школе никого не подпускали, в том числе и смелых родителей, которые хотели забрать из учебных классов портфели детей. Никаких провокационных и подозрительных звонков в школу не поступало. Команду о срочной эвакуации директор гимназии получил из управления образованием во время 6-го урока. Эвакуация проходила и во 2-й гимназии. Несмотря на конец учебного дня, учеников в школе было много, но всех удалось оперативно вывести. Как сообщается в пресс-службе МВД, тревога оказалась ложной. Днем 29 сентября поступило сообщение, что в одной из школ в столице республики заложено взрывное устройство. Ряд заведений был проверен специалистами с обученной на пояс взрывчатки собакой. Проверка показала, что нормальной жизнедеятельности школ ничто не угрожает. Проводится мероприятие по становлению личности злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Екатерина Куприна, Андрей Шоклев, Андрей Спиридонов, Республика.